Приветствую вас, аноним! Давайте разберем ваш вопрос, ваш текст. Прежде всего хочется сказать, что текущую ситуацию, текущую историю вашу обуславливает в принципе не только мужчина, но и ваше собственное поведение. Не только мужчина, но и то, что вы делаете, как вы себя ведете. Не только мужчина, но и реализация ваших желаний, реализация ваших потребностей. Не только мужчина, но и значение того, что вы спрашиваете о статусе серьезных отношений и о том, что вы для него. То есть, очень важно понимать, что текущая ситуация обусловлена не только поведением мужчины, но и вашим поведением тоже. И мне кажется, что вы пытаетесь добрать то от него, от своего текущего мужчины сейчас, что не хватает вам, чего не хватает вам. Возможно определенности, возможно защищенности, возможно чего-то еще. Если по сути говорить, то вариант у вас на самом деле только один. Это если вы хотите построить серьезные духовные отношения, основанные на доверии и на безусловном принятии. Вам необходимо искренне проявлять себя и искренне выражать свои чувства. То есть, вот искренность в отношениях, особенно в ваших отношениях, это залог успеха. Ну, вообще в любых отношениях, но у вас особенно. Залог успеха. Почему? Потому что мужчина чего-то боится, это верно. Боится сближения, боится близости, боится ответственности, боится повторения ошибок и так далее. Но, пожалуй, больше всего он опасается того, наверное, что вы не являетесь той, кем он вас видит сейчас. И очень важна истинность в том, что вы делаете, говорите, как поступаете, как себя ведете и так далее. То есть, не столь важно, как вы поступаете. Важно, чтобы вы делали это от души, чтобы мужчина увидел, что вот она вы, настоящая. И увидев вас настоящую, как минимум, у него появится четкая картина, четкий образ ваш. И станет понятно, собственно, что ему дальше делать. Это первое. Второе. Вы пишите, мне 30 лет, а она 3 года, как, разведена. Детей нет, развод был очень болезненный, связан с насилием, ко мне как будто что-то сломало. То есть, имеет место быть травмой, психологической травмой. Имеет место быть психологической травмой, в результате чего вы не стали старше на 10-15. Из-за того, что у вас, ну и, вот как вы говорите, поэтому меня не складывалось со сверстниками. Вот. Непонятно. Вы не стали старше. Вы наоборот, скорее, регрессировали. Потому что, вы боитесь своих сверстников. Вы обращаетесь, естественно, на повторение этой ситуации. Вот. И можете чувствовать себя спокойно только с тем, с тем мужчиной. Который старше вас. И которому вы относитесь, ну, не как к равному, не как к мужчине. А, может быть, скорее как, вот, некой такой родительской фигуре. То есть, очень важно понять, что для создания здоровых отношений, необходимо выявить, определить и проработать, подкорректировать те ошибки, которые вы совершили в браке, с тем, чтобы вы не вели себя как жертва. Потому что, вот, насилие у вас было. Я ни в коем случае не оправдываю вашего бывшего мужа. Но, хочу сказать, что в отношениях, склад в отношениях вносит оба. И очень важно понимать, что и вы внесли свой вклад в отношениях со своим мужем. И насилие по отношению к вам стало возможным, в том числе, благодаря вашему поведению. Потому что вы выбрали этого мужчину, вы выбрали этого человека. В том же случае, если ваш муж внезапно проявил насилие к вам, вот, совершенно внезапно, да. И, значит, для вас это было полной неожиданностью, это произошло единоразово. Вот, после чего вы, соответственно, развелись, и вас что-то сломало. Все обладает, здесь имеет место быть психологическая травма, в которой также нужно работать. То есть, опять же, она у вас есть. То есть, то, что вас сломало, и то, что вы стали внутри стажа на безпоснашле, не есть норма, не есть хорошо для вас. Смотрите, какая штука. То есть, по сути, я думаю, что речь идет о том, что вы стали меньше доверять своим чувствам, да, и больше, больше стали полагаться на разум, пытая себя, по факту, защитить. Ну, вот, возможно, именно этим, ну, продиктованы ваши вопросы, которые вы задаете своему уже текущему мужчине, да, то есть, спрашиваете о статусе, там, и так далее, пытаясь, как бы, вот, через разум, через интеллект, через осознанность, а, как-то, вот, обезопасить себя. Ну, пускай из виду, что это принадлежит, скорее, больше неестественности в отношении, чем неестественности, естественности. Вот. Далее. Значит, ему 45 лет, не жил с женой, пищевые около 7 лет, есть дети, разведенные около 4 лет, у меня большие подсозрения, что раздел имущества идет в сборку. Ну, соответственно, если мужчина разведена, значит, до этого есть причины. И не то, чтобы развод – это клеймо, да, ни для вас, ни для него, это, безусловно, не клеймо, ни в коем случае. Но, понимать причины развода очень важно. И мужчине это важно понимать для себя, и вам это важно понимать, если вы собираетесь не строить отношения, потому что, ну, это часть жизни человека. И тот факт, что вам ваш мужчина не рассказывает об этом, говорит о том, что он действительно боится близости. И преодолеть, вот, его такой барьер, да, который вот имеется, именно преодолеть, вы можете только за счет своей искренности, за счет своей чувственности, за счет своей неподдельности, неподдельности поведения, за счет своей спонтанности, возможно, спонтанности именно в поведении. Потому что, если я брат, и вы руководствуетесь в том числе, в том числе, разумом, по крайней отношению, сначала, то мужчина вполне вероятно видит вас в конкурентах, на таком вот неосознанном уровне. Дальше. Видно, что его это сильно подкосило, подробностей я не знаю, даже борт пущечный выстрел, но он не расскажет. Ну, то есть, вот, он закрывает, да, надавим, как бы, стену. Оказывается, жена не совсем была ему верна, не отзывается, уверена, плохого мужчины горят, но и особо хорошего тоже. Тут очень важно донести до вашего мужчины, что вы хотите. То есть, вы хотите не узнать о, допустим, его жене, да, и о его отношениях с ней. Это, возможно, действительно вас не касается, да, ну, по мнению, например, его. И это, в общем-то, имеет смысл, имеет право на существование. Такая позиция, что это вас не касается. Но, вы имеете полное право знать, почему мужчина разжег. Я думаю, вы имеете полное право знать, что ему не понравилось. Я думаю, вы имеете полное право это знать. И именно об этом вам нужно спрашивать. То есть, если я с тобой в отношениях, я хочу знать, что тебе не нравилось. Не нравилось в своей бывшей жене, например, да, чтобы не повторить таких ошибок. Ну, потому что я же не знаю, да. А опыт у тебя, условно говоря, какой-то есть. Да? Вот. То есть, вот так нужно ориентироваться, чтобы он сказал вам, что ему не нравиться. Что ему не нравилось. Вот. И всё. А ваше подавление по поводу того, что она была не совсем верна. Разделаем участь в этом все из области догадок, которые, ну, никак... Ваши отношения, к сожалению, не улучшают. Так сложились обстоятельства, пишите вы, что мы долго, долгий месяц много времени проводили вместе. А, ну, я здесь смогу только заметить, что так сложились обстоятельства, это крайне безответственная история. То есть, не так сложились обстоятельства, а вы для чего-то в этих обстоятельствах были. Вы для чего-то в этих обстоятельствах находились. Вы для чего-то в эти обстоятельства, ну, как бы, вошли, условно говоря. Ну. А дальше, значит, воспринимали друг друга как друзей, но потом всё переносло вас что-то больше. Ну, опять же, вот, понимаете, когда вы говорите, что всё переносло во что-то большее, да, это, на мой взгляд, опять же, довольно, ну, такое, безличностное определение. То есть, переносло у кого, да, у кого переносло вас что-то большее. Значит, во что конкретно переносло это у вас? То есть, вот вы говорите про мужчину, что он, там, помолодел, у него, значит, начали, там, ну, там, гореть глаза и прочее. Но это вы говорите про него. А нужно поговорить про себя? Да? У вас ведь переносло вас что-то больше, не у него. Вот. Ну, по крайней мере, как бы вот. Вы можете наверняка, наверняка сказать. Только про себя, да, ведь? Наверное. Вот. Поэтому, здесь, значит, вот такая история, в такой момент. Далее, он так, он помолодел, изменилась мимика, глаза стали гореть, но это сгорает, опять же, ваше восприятие. Ну, безусловно, вы какое-то влияние на него оказали. Я бы сказал, что у нас полноценные, серьезные отношения. И вот, меня здесь, собственно, снова насторожило то, что вы, значит, говорите, насторожило. Почему насторожило? Потому что, серьезные полноценные отношения, да, это нереально. Реально, это то, что человек делает для вас, и то, что вы делаете для него. А то, что у вас серьезные полноценные отношения, скорее высказывает такую историю, что вы хотите этих самых отношений, что вам они нужны. И, понимаете, это все-таки немножечко другой момент. Дальше, он очень заботится обо мне, много чего делает, для меня уделяет много внимания, говорит ласковые слова, и т.д. Больший час времени проводим вместе. Вот, знаете, хочется вам здесь что-то сказать. Я серьезно говорю. Вот хочется прямо вам, знаете, что-то сказать. У меня нет ощущения, что сейчас они будут иметь смысл. У меня есть ощущение, скорее, что вы этим наслаждаетесь, тем, что сейчас происходит, вот. И хорошо, что это наслаждаетесь. То есть, как бы, наслаждаетесь и здорово. Вы поймите, что если у мужчины, как бы, идет раздел имущества, как вы говорите, если у него реально там идет раздел имущество, то, скорее всего, он еще отношения со своей женой как бы там ни было, да, не завершил. То есть, отношения с его женой для него еще не завершены, как бы, пока что, вот. И именно поэтому он, возможно, не может вам ответить, как бы, ну, что он к вам чувствует, что он к вам ощущает, да, какие у него, там, допустим, к вам эмоции, чувства и т.д. Так, вот. Дальше. Как только я спросила или намекнула о статусе наших отношений или хотя бы направленности, он категорически отказывается говорить на эту тему. Я вам вопрос, для чего вы намекаете и спрашиваете о статусе ваших отношений? Я вам отвечу, для чего вы это делаете. Вы это делаете для своей определенности. То есть, вам, вот, вот, знаете, вам, вам нужна, вам нужна определенность. А, ну, для себя, для себя нужна, нужна определенность, конечно же. И вы хотите, вам хочется, чтобы эту определенность вам дал мужчина. Но сами, сами, самостоятельно, вы ответственность, ответственность, точнее, за вот эту определенность. Вы не хотите, брат, и вам не очень хочется что-то сделать для того, чтобы эта определенность была у вас в виде такого, ну, в виде такой автономной истории. Да, вот, поэтому здесь очень важно для себя определить, зачем вы спрашиваете, какая мотивация, спрашиваете. Далее, я говорю, вывод, что, возможно, для него все это несерьезно. По факту вы признаете ему в том, что не уверены в себе, и то, что в нем нуждаетесь очень сильно. То есть, вы высказываете мужчине то, что он может воспринять, опять же, по факту, он может воспринять это, как попытку, вашу попытку привязать, значит, его к вам. Я не думаю, что это, прямо вот, то, что вам нужно, я не думаю, что это, то, что, ну, к чему вы, к чему вы, к чему вы стремитесь, стремитесь. Вот. То есть, опять же, когда вы говорите, что все это несерьезно, вы обесцениваете себя. Он боится, что объявление статуса что-то изменит в худшую сторону, а на самом деле ничего не дает для, ничего не дает для отношений. Смотрите, одно дело, одно дело, если вы скажете мужчине, это будет такая вот, ну, четкая позиция, что, к примеру, для меня, вот для меня, неприемлемо находиться в отношениях, там, допустим, с кем-то, да, ну, с мужчиной, допустим, а, значит, без определенного статуса. Вот. То есть, если вы скажете так, это будет вашей позиции, если вы скажете так. Ну, когда вы говорите, что для тебя это несерьезно, когда вы говорите, что просто, что для него это несерьезно, по факту, вы просто, ну, вероятно, знаете, как, вы обвиняете его, по сути дела. Ну, вот. И предъявляете ему претензии, какие-то. А из-за того, что вы предъявляете ему претензии, из-за того, что вы предъявляете ему претензии, человек чувствует себя, ну, условно говоря, виноватым, каким-то еще, да, то есть, ну, вот. И это заставляет, может, может заставить его, его от вас отдалиться. С чего я уверен, вы не хотите. Вот. Поэтому, 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 так важно, чтобы вы использовали в своих выражениях, ну, выражая свою мысль, да, очень важно, чтобы вы использовали я сообщил. То есть, от первого лица, да, говорить ей только про свои ощущения. Дальше. Я не знаю, как себя вести и как поставить себя в данной ситуации, чтобы что? А на ней. Я не знаю, как себя вести и как поставить в этой ситуации, чтобы что? Чтобы получить определенность какую-то, определенность можете дать себе только вы сами. То есть, мужчина вам определенности дать, ну, не может и, в общем-то, не должен. Он не должен вам ее, да, он ее давать, у него, как бы, ну, свои проблемы, да, у него есть, ему хватает своих проблем и трудностей. Вот. Как бы это вот сейчас не звучало, да, но ему хватает своих проблем. Я думаю, что вы понимаете это и отдаете прекрасно себе в этом отсчет. То есть, необходимо, необходимо определить для себя, что вы хотите. То есть, совершенно очевидно, что вам сейчас стало уже мало того, что он вам дает. Совершенно очевидно, что вы сейчас нуждаетесь, ну, условно говоря, в чем-то большем, да. И вот эта потребность в чем-то большем нуждается в коррекции. Знаете, она, скорее всего, скорее всего, эта потребность, вытекает из того же, почему вы вступили в отношения с человеком старше вас. То есть, вот, потребности в заботе, в ласке, в безопасности, в безопасности, возможно, и так далее. Вот. То есть, это не то, чтобы прямо плохо. Я не говорю, что это плохо. Я не хочу сказать, что это плохо. Я хочу сказать, что четкое понимание своих желаний, понимание своих потребностей и взятие на себя ответственности за них вам даст только вот, ну, такой, знаете, позитив. Вам даст позитив. Вот. Дальше. И, собственно, определенность. Дальше. Так, я не знаю, как, так, ни набора, ни ласки, ни хитрости мне не удалось ничего узнят. При этом мне непонятно, мне понятно, что хочется какой-то определенности. Так, если вам хочется определенности какой-то, что нормально, вы поймите, что это нормальная история. Это нормальная история, что вам хочется определенности. Вот. Абсолютно нормальная история. Но. Если вам хочется определенности, просто возьмите на себя ответственность за нее. И все. И все. Дальше. В общественных местах я сейчас головлю на нас удивленные взгляды, ведь разница в возрасте бросается в глаза. Но я ее не чувствую вообще. Мне человек очень комфортный и счастливый. Я так, нет, я бы так не сказал, потому что, если бы это было так, вы бы не задумывались о будущем, и вы бы не пытались поинтересоваться статусом ваших отношений. Думала, можно общаться с другими мужчинами, надо начать общаться с другими мужчинами, но он очень ревнует, и как только не знает, где с кем он сразу перешивает. Смотрите. С одной стороны, вы пытаетесь вызвать за него ревность. То есть, это попытка манипуляции. Попытка манипуляции, то есть, грубо говоря, грубо еще раз повторяю, грубо говоря. Сопытка манипуляции, то есть, партизанская война, которую вы ведете, ну и ходить вести со своим мужчинами. Это свидетельство как раз таки вашей жертвенной позиции. И свидетельство того, что вы, ну как бы так сказать, вы примите вызвать у человека чувство вины. То есть, по-видимому, по-видимому, это ваш способ получения того, что вы хотите через такое вот манипуляционное поведение. Но если жена, бывшая жена вашего мужчины была ему неверна, как вы говорите, то разве расположить к вам, вашему мужчину, такое поведение? Это первое. Первый момент. Да? То есть, как вам в голову пришла, допустим, такая вот мысль. Второе. Чего вы ожидаете от мужчины? То есть, какой реакции вы от него ожидаете и чего вы хотите? А хотите вы, скорее всего, внимательно? Что, опять же, раскрывает вашу неуверенность в себе больше. Третье. Вы говорите о том, что мужчина переживает. Почему вас это волнует? То есть, складывается такое впечатление, что вы, ну, слишком сильно эмоционально привязаны к мужчине. Складывается такое впечатление, по крайней мере, у меня. То есть, вы, если решили что-то, если у вас вот есть, ну, там, позиция какая-то, да, вот, например, ну, например, вы, допустим, считаете, что вот, ну, что мужчина всё-таки должен, там, себя как-то, значит, проявлять, да? Вы считаете, что должны вызвать большую активность у мужчины, вот, что это позиция, это позиция ваша. Её нужно придерживаться. Но, когда вы говорите, что он переживал, то что вы чувствуете? Вы чувствуете жалость к нему? Вы чувствуете вину? Или вот что? Понимаете? То есть, это тоже очень важный момент, потому что здесь-то мы имеем дело с тем, что вы свои интересы пытаетесь реализовать, а мужчина своим поведением вас от этого останавливает. Что, опять же, неприемлемо. То есть, неприемлемо, с одной стороны, пытаться им манипулировать, а с другой стороны, неприемлемо ущемлять свои интересы. И здесь я ещё раз напоминаю вам о том, что я говорю про искренность. Важна искренность в отношениях. Дальше. Вы пишете так. Сказал, что я могу общаться с другими мужчинами, все эти слова на деле не дают прохода, очень злиться. Но, опять же, это жертвенная позиция. Это жертвенная позиция снова. То есть, снова вы ориентируетесь по факту на человека. Не на себя, на него. Что и порождает у него удовлетворённость. Я думаю, я, конечно, не уверен в этом, но я думаю, что ваши отношения с мужем, да, они развивались, наверное, по такому же принципу. Ну, если не по такому же прямо, то по-похожему, в принципе. Мне почему-то так кажется. Потому что, ну, есть у меня вот такое ощущение, что вы, ну, как бы вот, знаете, вступили в привычную для вас, скажем так, модель поведения. Ну, вот. То есть, он не даёт прохода, а он злится. Ну, так а, и что, что он не даёт прохода? И что, что он злится? То есть, вы ему скажите, как обстоят дела, условно говоря, честно только. Ну, вот. Ведь основная проблема между ним и его женой заключается в том, что они не были честны друг с другом. Вот. Вы ему об этом скажите, как вы хотите, что. Пусть злится сколько угодно, вот. Обесценивая свои интересы, вот. Так или иначе, вы обесцениваете себя. Обесценивая себя, вы вряд ли становитесь более привлекательным для своего мужчины, вот. И всё больше и больше попадаете от него в зависимость. То есть, как бы говоря ему, что, вот, ты мне не даёшь прохода, к примеру, ты не даёшь мне прохода. Я, соответственно, тебе подчиняюсь, но требую от тебя всего. Поэтому забываю, что ваш выбор, именно ваш свободный выбор, позволять мужчине не давать вам проход. То есть, это вот, ну, такая история, это вот такой момент, я надеюсь, что вы, ну, для себя это всё-таки выделите и определите. Потому что это, это важно. Очень важный момент, 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 такой. Дальше. Так, мой вопрос, кто я для тебя, остается без ответа. А где вы сами считаете себя? И опять же, для чего вам знать, кто вы для него? Зачем вам это нужно? То есть, вот это, то, что вам необходимо для себя выделить. То есть, у меня, у меня есть чёткое такое вот ощущение, что вы пытаетесь, значит, вот, как раз, свою потребность в, ну, безопасности реализовать. То есть, вы хотите, что всё было, условно говоря, чётко, ясно и понятно, но в отношениях такого не бывает. А если бывает, то это всё-равно достаточно зыбко и непостоянно. Потому что не так важно арендироваться на себя. Но вы, если я брал, у вас действительно женственная позиция и безответственность по отношению к себе, сами так делать не привыкли, не можете и, скорее всего, боитесь. Помогите понять возможные массивы данного поведения. Ну, я не думаю, что мы можем гадать. То есть, вот я не думаю, что мы, что профессионально будет высказывать какие-то предположения относительно того, вот, значит, почему мужчина начал так себя вести. Вот. Я, честно говоря, не думаю, не думаю так. Вот. Почему? Потому что это всё-таки из области больше, ну, предсказаний. Вот. А психологи не предсказывают. Я думаю, что мужчина совершенно вряд ли вас использует. Я думаю, что он действительно боится новых отношений. Потому что старые для него, ну, закончились-закончились или ещё заканчиваются не лучшим образом. Я также думаю, что поскольку отношения у него не завершены ещё со своей женой в силу, ну, его какого-то эмоционального отношения, если, как вы говорите, раздел имущества идёт, то пока он не завершит первые отношения, он не сможет начать вторые. И в этом смысле он поступает по отношению к вам не совсем честно, но и лучше, чем мог бы. То есть он мог бы кормить вас как им за обещание, но вместо этого он этого не делает. И, в общем-то, это говорит о его определённой степени благородства, как мне видится. Вот. Я думаю, так. Я думаю, так. Вот, в принципе, наверное, мотивы, вот именно мотивы, мотивы его поведения, да, они вот, они такие. Для того, чтобы ответить вам более определённо на ваш вопрос, нужно всё-таки узнать больше о мужчине, да, всё-таки его психологический портрет нужен и, ну, вообще больше информации о нём. У него, кроме того, дети есть, то есть дети это тоже такой, ну, фактор, фактор, который усложняет начало новых отношений, потому что жена вполне возможно манипулирует детьми. И говорят, если говорить, что вот, дети не поймут, если у тебя будет новая женщина, там и т.д. и т.д. и т.д. Вот. Мне кажется, что у вашего мужчины есть вот такое, знаете, ну, условно говоря, повышенное чувство вины, вот. Если я справа, то ему также нужна работа с психологом, вот, потому что в противном случае новых отношений он не начнёт. Варианты поведения для вас, опять же, важна цель. То есть если вы хотите гармонизировать отношения, то сделать их вот прямо максимально гармоничными, то это одно. Ну, если вы хотите в себе разобраться, если вы готовы в себе разбираться, то это другое. Ну, в первом случае вы просто ориентируетесь на зону комфорта мужчины, вот. И со временем, я уверен, он настолько к вам привязывается, что обязательно не захочет вас отпускать. Другой вопрос, сколько времени ему понадобится для этого. То есть другой вопрос, готовы ли вы столько ждать. Потому что это может быть дело не одного года. Вот. Если готовы, то хорошо, если готовы. Вот. Если же и не готовы, то лучше всё-таки сразу до него этот момент донести. Вот. И, значит, как бы установить какие-то, ну, может быть, рамки. Вот. Это помогает. Не всегда, но, значит, ну, зачастую, это самый, такой, плохой вариант, который может быть. То есть тут всё очень сильно определяет цель. А цели вы как раз таки не озвучили. То есть вы не озвучили, чего вы хотите. В конечном итоге, что вам нужно, вы не озвучили. Вот. То есть вы пишите о том, что вот я хочу, там, узнать, кто я для него, но зачем? Для чего? Возможно, вы и сами об этом не задумывались. И стоит об этом поразмыслить, как минимум. Вот. И вот когда уже будет чёткая цель, когда эта цель будет, условно говоря, здоровой, то есть когда эта цель не будет, вот, как, как сейчас, да, что, ну, что, я хочу что-то понять через человека, да, ну, вот. Вот тогда, видимо, будет что-то реально, реально делать для её реализации. А пока? Пока, пока, пока так. На мой взгляд. Дальше. Я хочу, чтобы из всего этого получилось только хорошее. Вот, знаете, здесь я вам даже, если честно, на первое время не знал, что сказать. Вот что значит, я хочу, чтобы получилось что-то хорошее. Хорошее, извините меня, для кого? Для кого хорошее? Для вас. Для мужчины. Для кого хорошее? Что значит хорошее? То есть, как бы, ну, кто определяет этот момент? Что есть хорошо, а что есть, соответственно, ну, не очень. Вот. Кто определяет этот момент? Уж я точно думаю, что, ну, вряд ли вы и сами можете это определить. То есть, хорошее или нет? Хорошее или нет? Ну, на мой взгляд, определяете, определяется только самим, самим человеком. И вот вам, как раз таки, нужно спросить себя, что есть хорошее. То есть, если вы ориентированы, в первую очередь, на человека, то хорошее для нас будет то, что сделает его счастливым. А по факту, вы уже его делаете счастливым. Ну, своего мужчины, я имею ввиду. Если мы говорим об отношениях к принципу, да, об отношениях к принципу и о вас, то здесь можно сказать, что раз вы с ним чувствуете себя комфортно и счастливо, в некоторой степени это и есть хорошее. С той только оговоркой, что комфортно и счастливо вам лучше бы чувствовать себя постоянно. А не только, значит, с ним. Вот. Этот момент необходимо учитывать. Потому что, когда вы говорите, что я с ним чувствую себя, ну, хорошо и счастливо, вы становитесь, возможно, от него зависимым. А это все-таки, ну, больше не желательно, наверное, что там. То есть не желательно, чтобы вы становились от него зависимым. Потому что уже одна зависимость была, и вы, я надеюсь, вспомните, помните, к чему это привело. Ну, ничего хорошего не привело. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что-то для себя полезное вы извлечете из моего ответа. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...